Друзья, в этом ролике будет запредельное количество нарушения авторских прав из-за музыкальных вставок, а ютуб такое не уважает. Поэтому впервые вас попрошу сразу проявить активность лайком, комментом, да и само видео посмотреть подольше, чтобы алгоритмы не задушнили. Спасибо. Здарова! Те, кто смотрят мой канал, уже могли заметить, что мне нравится японский рок, и среди русскоязычного комьюнити он большой популярности до сих пор. Не заимел, да и не заимеет, скорее всего, из-за высокого порога вхождения. Но! Меня уже много раз просили посоветовать японские группы, с которых можно попробовать втянуться в джей-рок, и для пилотного выпуска я решил выбрать, на мой взгляд, самого интересного и уже культового музыканта среди японцев. Причем, если вы хотя бы немного знакомы с аниме, то вы его голос 100% уже слышали. Имя ему Тору Китадзима. Субтитры сделал DimaTor Известно, что родился он 23 декабря 1982 года. То есть, да, ему на момент видео 41 год. Именно так выглядит типичный японский скуф. Родился он в городе Сайтама. Любит снимать на пленку. Я таким, кстати, тоже промышлял. Не любит лук и сельдерей. И очень любит шоколад. Делайте с этой информацией что хотите. Где-то, когда-то, примерно в нулевых или в конце 90-х, он познакомился с Миёко Накамурой. И в 2002 году они сколотили группу. Первый их ударник по имени Нода Мэн поиграл с ними недолго, но об этом попозже. Именно в таком составе они записали несколько демо-альбомов, в которых уже слышится нерушимый каркас их стиля. Который полностью состоит из противоречий. Энергичность сменяется неторопливой меланхолией, гитара перекликается с басом и даже вокал чередуется между женским и мужским. Правда тут часто неопытный слушатель может перепутать где кто, потому что Тикей, для удобства буду называть его по его псевдониму, иногда поет выше и без того высокого голоса 345-й. Я тоже буду называть ее по псевдониму. И это, пожалуй, может быть единственный редфлаг для некоторых слушателей. Если вы не перевариваете мужской тенор с фальцетом, то группа вам вряд ли зайдет. А Тикей и правда иногда, ну прям очень писклявый. Назвали они свой коллектив «Rintoshte Shigure», что в переводе означает «холодный, словно ливень в позднюю осень». Звучит прям в духе эмо-группы. И в принципе, в дальнейшем нечто от эмо-музыки в них действительно что-то будет. Как и элементы скрима. Но больше все-таки преобладает пост-хардкор и прогрессивный рок. Название группы пишется как на японском, так и латиницей, причем в довольно странном виде. И вызывает проблемы при произношении у англоязычных людей. Спустя пару лет ударник нода покинул группу и на его место встал Масатоши Накана. И этот состав группы не меняется по сей день. Записав еще один демо-диск уже вместе с Накана, группа вот так вот берет и основывает собственный лейбл. И как бы это круто не выглядело и не звучало, когда молодая группа уже имеет собственный лейбл звукозаписи, согласитесь, далеко не каждый может себе такое позволить. И многим остается полагаться на другие агентства для продвижения. И BGF Promo как раз отличный вариант. Это одно из крупнейших музыкальных рекламных агентств в России. Занимается продвижением артистов в Spotify, TikTok, YouTube и ВКонтакте. Причем в последних выведут ваши треки в топы чартов. Они помогают найти слушателей на стриминговых платформах, привлечь активных подписчиков, набрать популярность и сделать так, чтобы артиста услышали. BGF Promo кардинально отличаются от других агентств тем, что у них есть важные принципы. Артисты всегда получают честные цифры, никакой накрутки. Весь процесс максимально прозрачен, полная отчетность перед артистом. Они всегда работают только с качественным материалом, у которого есть потенциал. И они работают на результат и не тратят рекламные бюджеты просто так. Помимо всего прочего, они еще помогают попасть на радио и телевидение. И даже организовывают фиты с известными западными артистами. Существуют они с 2014 года и сотрудничали со многими уже ныне известными музыкантами. В этом списке есть даже Бузова. Да и вообще, зачем мне все это вам рассказывать, если вы сами можете убедиться, перейдя по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. С момента основания собственного лейбла Nakano Records, группа получила собственный студийный звук. В 2005 году вышел дебютный альбом номер 4, то есть логическое продолжение первых трех демо-релизов. В него вошли как и некоторые переработанные песни из демо-записей, так и новый материал. Голос Тикея немножко окреп. Звучание стало ровнее, увереннее и понятнее. И когда мы уже слышим нормальное звучание, стоит уделить время под технические штучки. Помимо шоколада, Тикея еще очень сильно любит телекастеры. Это проявляется как и в написании песен, буквально. Так и в том, что вы его практически никогда не увидите с другой гитарой. Бывают, конечно, редкие случаи, когда он возьмет в руки акустику или страт. Но весь гитарный звук группы целиком и полностью состоит из телекастера. Однако, не совсем стандартного. Еще на заре существования группы, Тору играл на серийных моделях телекастеров от японского подразделения Шектер. Из интересного в них это звукосниматели Шектер Монстр Тон. Звучат они особенно в неке поярче обычного телековского сингла с крышкой. И опять же, практически всю дискографию группы, да и не только группы, Тикея играет именно в нековой позиции. В дальнейшем, уже с появлением популярности, Тикея начал заказывать собственные сигнатурные модели от тех же Шектеров. Имели они несколько прототипов в разных расцветках, но самым популярным стал вот этот вот белый телекастер. Их даже можно официально купить, Шектер их выпускают, цена будет 1200 рублей. Я даже однажды видел объявление на Авито, наверное, единственная такая гитара на всю Россию. Но вот японские фанаты-каверисты походу зарабатывают отлично, ибо у многих можно заметить эту модель. Касательно эффектов, все так же разнообразно. В его педалборде можно увидеть несколько вариантов перегрузов, дилеев, ревербов и любимый его прием врубать в некоторые моменты фейзер. Чел прям жестко угорает по гитарным эффектам, уходя иногда прям в лютейший шугейс. А когда в будущем еще и гитарный скилл повысит... Год спустя группа релизнула мини-альбом Feeling Your UFO, который, кстати, один из моих любимых среди ранних их работ. Потому что в нем есть все. Энергичность. Меланхоличность. Психоделика. Истерика. Да и в целом мне просто нравятся все песни, которые там есть. В 2007 году выходит следующий студийный альбом под названием Inspiration Is That. Ну, наверное, именно так они хотели, чтобы это произносилось, потому что выделили это аж капсом. С этого альбома произошел подъем популярности группы. Если дебютник был продан в 9 тысяч копий, Епишник и вовсе в 2 тысячи, то этот альбом взлетел аж на 28 тысяч проданных копий. Что как бы больше, чем в два раза, если вы умеете считать. Также и с позициями в японских чартах. Дебютник достиг лишь 145 позиции, а этот занял 39. Это действительно классный драйвовый альбом, в котором уже на контрасте с дебютным чувствуется прогресс гитарного скилла Тикея. И уже более уверенный голос. Вообще, по дискографии группы реально интересно наблюдать, как они прогрессируют в своих навыках по мере выхода новых альбомов. И до пика этого прогресса мы еще найдем. Из интересных треков здесь можно отметить диско-флайт. За аккордики на басу и очень цепляющий проигрыш с дилеем. Ну и доводящий меня каждый раз до мурашек трек АМ-345, который полностью спит в 345. В общем, альбом послушать рекомендую. Реально неплохо, но есть еще кое-что покруче. Мы переносимся на год вперед. Новый альбом еще не вышел, но группа записала парочку синглов. Один из которых тянет на полноценный мини-альбом. Ибо имеет длительность почти в 17, мать его, минут. Но сейчас нас интересует второй сингл. А именно телекастик фейк-шоу. И вот это тот самый реальный прогресс в гитарной техничности. Ибо сыграть этот трек, давайте на чистоту, сможет не каждый. И до этого песни Сигуров, а именно так я их буду называть для удобства, были не самые простые и достаточно энергичные. А с этого момента они будут только усложняться. Это был первый потенциальный хит-группы, занявший 17 место в чартах. Плюс ко всему, в качестве бисайдов было выпущено два трека, которые не вошли в последующий альбом. Второй трек, кстати, мне очень нравится. Особенно этот эффект реверса, который, к слову, есть во многих педалях дилея. Он точно есть в педалях от Boss и Digi-делея от Digitec, которым, кстати, TK как раз таки и пользуется. Да и боссовским большим DD20 он тоже пользуется. Спустя годик в 2009 году группа таки релизнула полноформатный альбом. И тут в Японии начался сущий кошмар. Это, кстати, тоже один из моих любимейших альбомов Сигуров. Помимо уже неплохо стрельнувшего телекастик фейк-шоу, на альбоме вышел другой трек, ставший уже реальным японским хитом. А именно J-POP X-File. Его вы, кстати, часто можете услышать на фоне в моих роликах. Альбом вырвался аж на четвертое место в чартах и по продажам снова вдвое обогнал предыдущий. В плане музыки прям кардинальных изменений нет. Все просто стало лучше во всем. Качество сведения стало лучше. У Тикея голос окончательно окреп и стал полностью узнаваемым. Техничность песен также выросла. Появилось много непростых партий, но отваливать челюсть еще рано. Just a Moment, а именно так назвали новый альбом, совмещал в себе абсолютно все то, что было у группы и умножал это в несколько раз. К тому же в альбом попала короткая версия Moment Rhythm, из которой отрезали 10 минут из 17. Так что теперь она идет просто 7 минут. Группа времени особо не теряла и спустя год они релизнули новый альбом под названием Стива Сигюре Вёрджин. И это стало предзнаменованием. Альбом собрал примерно столько же, сколько и предыдущий, но при этом вышел на первое место в японские чарты. Музыкально он же снова вырос в качестве и местами отошел от преимущественно гитарного звучания. После выпуска альбома группа решила слегка сбавить темп, ибо релизы выходили до этого раз в год. Сам Ти Кей решил реализовать свой сольный проект. Над его названием он вообще не парился, назвав проект Ти Кей Фром Ринь Точте Сигуре. Первым синглом сольного проекта стал Film A Moment, кардинально отличающийся от всего, что до этого писали Сигуры. Весь релиз это огромное признание любви Тору к пленочной съемке, а также проявление его с другой, более чуткой и нежной стороны, чем та, которая была показана в работе с группой. Film A Moment это DVD-релиз, включающий в себя три песни, фотокнигу и фильм, снятый на 8-мм пленку, который является клипом к этим песням. В этой песне также присутствует японская певица и актриса Шион Юкава. В целом сольное творчество Ти Кея достаточно сильно отличается концептуально от его группы. Да, голос тот же, гитарный стиль тоже то там, то тут будет совпадать, но эмоционально сольники Ти Кея куда более личные, чувственные и глубокие работы. Даже если трек звучит тяжело, жестко и энергично, там все равно будут скрипки и пианино, что как бы добавляет немножко драматичности к происходящему. Еще год Тору работал над дебютным сольным альбомом, который увидел свет в 2012 году. Полная свобода позволила Ти Кею сбросить рамки образа группы, уйти в себя и смягчить звучание, иногда. А иногда наоборот его возвести просто в полнейшее сумасшествие. Именно таким и вышел альбом Flowering. Который может быть как и легким, чутким, нежным и мягким, но при этом еще и может быть абсолютно сумасшедшим, непонятным, авангардным и даже тяжелым. В общем, как всегда, вкусное сочетание несочетаемого. Занял альбом 14 место в чартах. Что для дебютной работы более чем успех. Разумеется, в этом сыграла уже сформировавшаяся известность группы, а также наличие ее названия в названии проекта. Однако, тем не менее, стало ясно, что стольный проект будет более чем обречен на дальнейшее существование. А возможно, даже и на большой успех. Но разумеется, о группе никто не забывал. Более того, сбылось то, о чем мечтает любая японская рок-группа. Сигуров позвали принять участие в аниме-опенинге. Пока что именно группу. Второй крупный сингл группы под названием Abnormalis, имеющий изначальное название Пластик, быстро набрал популярность и неудивительно. Ибо трек просто разрыв башки и даже жопы. Но это уже в случае, когда вы попытаетесь его подобрать и сыграть. Песня стала опенингом к первому сезону аниме Psycho Passport. Спойлер, в дальнейшем Сигуры также написали огромное количество опенингов к этой франшизе. В русскоязычном комьюнити аниме большой популярности не снизкало. Но я вам рекомендую его все-таки заценить. Очень добротный и мрачный киберпанк. Ну а сама песня стала тем самым пиком сложности гитарного стиля Тору. И сейчас самое время о нем поговорить. Начнем с того, что всю свою карьеру Тору держит гитару в строю ми бемоль стандарт. Либо ре диез стандарт. В общем на пол тона ниже от ми стандарта. Самого стандартного из всех стандартов. Многие песни он играет в этой тональности. Но очень часто из-за высокого голоса прибегает наоборот к повышению тональности. Чаще всего это будет фа стандарт. Поэтому очень, вот прям очень часто вы увидите у него на гитаре каподастер на втором ладу. Иногда бывают и другие позиции, но чаще всего будет именно второй лад. Поэтому если вы хотите что-то сыграть из сигуров, но не хотите перестраивать гитару, то можете просто поставить каподастер на первый лад. И будет тот же самый эффект. Ну, исключая только песни, в которых Тору каподастер не использует. Там вы уже никак не выкрутитесь, придется все-таки строй опускать. В непосредственно бренчании все так же не совсем стандартно. В его игре очень много быстрых переборов и штрихов правой рукой. Причем скорость правой руки в игре аккордами иногда достигает чуть ли не скорости тремоло. Надо действительно много тренироваться, чтобы подобное сыграть. А также очень часто можно заметить использование комбинирования щипков дополнительными пальцами с медиатором в руках. Вкупе с дилеем и другими техниками это очень клево звучит. И, пожалуй, главное, неизменная с первых альбомов фишка игры Тикея, которую он использует почти в каждом альбоме по несколько раз, даже не знаю, как это назвать. По сути, это просто слайд на первой струне вверх с последующим слайдом по шестой струне вниз. Причем это прекрасно гармонирует с его вокальным стилем с такими же скачками вверх и вниз. В 2013 году группа релизнула альбом со скромным названием I'm Perfect, куда и вошел сингл Abnormalis. Стиль альбома стал практически полностью соответствовать стилю сингла. Почти каждую песню крайне тяжело сыграть, в каждой есть какая-то нестандартная техника. Даже если сперва кажется, что песня не имеет в себе подвоха, поверьте, он будет. Баллада Missing Lin тому доказательствует. Альбом пошел неплохо. Достиг третьего места в чартах и продался на 10 тысяч копий меньше, чем прошлый альбом. Группа решила сделать еще больший перерыв с выпуском полноформатных альбомов аж на 5 лет, ограничиваясь лишь синглами. Однако об этом чуть позже. Перед, пожалуй, самым главным релизом в своем творчестве Тору выпустил добротный епишник под названием Контраст, который стал сочетать в себе как излучание сольного творчества, так и тяжелое излучание сигуров. Тору время зря не терял, углубившись в сольное творчество более чем полностью, работая над вторым сольным альбомом. Грянул 2014 год, год, принесший Тикею мировую известность, ну, как минимум, его песни. Новый сингл Unravel стал опенингом аниме Такийский гуль. И думаю, что аниме, что песня, в представлении не нуждаются. Песня со стабильной периодичностью выстреливает в чартах и даже мемах до сих пор. Смешные ролики с афроамериканцами в ТикТоке или недавний прекраснейший кавер от певицы Ада тому яркие примеры. Хоть и песня мне нравится меньше остальных работ Тору, да и аниме это я не перевариваю, уж простите, манга получше будет, но это не отменяет того факта, что с точки зрения исполнения и написания это очень сильная работа. Настолько, что до сих пор мало кто смог по-человечески сыграть этот гитарный рифф оттуда. Многие используют там тэппинг, которого там нет, поэтому забудьте мой тот самый старенький разбор, он неправильный, но ваш покорный слуга таки смог познать дзен и подобрать рифф как надо. Вот в этом шорте можете это наблюдать. Кстати, пишите, если хотите фулл разбор гитарной партии этой песни, либо на какие-то другие песни Сигуров. Посмотрим, насколько это вообще востребовано на моем канале. И как много вообще людей досмотрел до этого момента, кстати, тоже можете написать. На данный момент Unravel на Spotify уже имеет более трехсот миллионов прослушиваний, что как бы ни хрена себе. Хотя на момент выхода он первое место чартов не апнул, но в первую десятку попал. Тем более, что на сингле, помимо заглавной песни, есть еще и две других. Второй сольный студийный альбом также не заставил себя долго ждать. Ну и также он возымел успех. Ну, кто б сомневался. Fantastic Magic под стать предыдущему альбому сильно отличался от большинства работ Тору в рамках группы. В принципе, я могу не говорить, что рекомендую к прослушиванию, ибо я рекомендую послушать все озвученное в видео. Особенно, если вы ищете для себя что-то новое и необычное. Ну, а если вам понравился голос Тикея, то сам Бог велел послушать, почему нет? После успеха с токийским гулем Тору решил вернуться к группе и к психопаспорту, у которого как раз собирался выходить второй сезон в том же 2014 году. Вышедший сингл Enigmatic Feeling стал опенингом ко второму сезону «Психопаспорта». Когда-нибудь я смогу сыграть этот трек так же чисто, как и на записи. В принципе, уже не стоит говорить о успехе, продажах и местах в чартах, поскольку можно считать, что путь к успеху Тикей уже прошел, причем умудрился уже стать культовой личностью как минимум в Японии. А значит, чтобы он или его группа не выпустили, это будет иметь успех как минимум среди японцев, а там может быть еще и в остальном мире. А значит, мы пройдемся по самым интересным релизам, по моему мнению. Сигуры практически полностью застолбили с собой всю франшизу «Психопаспорта». Их песни звучат почти во всех опенингах как сериала, так и полнометражек. Вплоть до сегодняшних двеней. Опять же, именно с группой Тикей выпустил полноформатный альбом номер пять. Видимо, предыдущие не считаются. И в 2023 году вышел последний на момент создания видео альбом Last Auro Rally. Однако вот в сольном творчестве все немного интереснее. Вернемся во времени чуть-чуть назад. В 2016 году, сделав уже три опенинга к двум достаточно успешным аниме, Тору останавливаться не планировал. А поэтому песня Signal стала опенингом к аниме 91 день. Вообще, лютой продуктивности Тикея можно только позавидовать, особенно учитывая тот факт, что песни получаются самобытные, а не копирки друг друга, как это часто бывает у музыкантов с очень частыми релизами. И вообще, полный список релизов можно глянуть в фанатской группе ВКонтакте, на которую я много раз опирался для создания этого ролика. Админы проделали реально колоссальную работу, собирая по крупицам все, что есть от Икея и Сигурах в принципе. А сделать это не так-то просто, скажу я вам. Так что, респект им. В 2018 году сингл Катарсис стал четвертым опенингом к аниме Токийский гуль. В 2020 году трек Чоно Тобу Суисо надеюсь правильно прочитал стал опенингом к аниме питомец. В 2022 году самым громким, необычным и тяжелым его появлением стал трек First Death, поставленный на восьмой эндинг аниме Человек-бензопилот. И уже в этом 2024 году Тору принимает участие в опенинге нового сезона Моей Геройской Академии, который выйдет уже 5 июня. Ну, либо уже вышел в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мне на самом деле очень жаль, что пришлось так сильно урезать материал ролика, чтобы сократить хронометраж. Работы Тору действительно достойны большего анализа. На мой взгляд, Тикей это настоящий феномен современной музыки, сочетающий в себе все объекты споров на тему «А что вообще лучше?» Ибо в его песнях есть техничность, душа и ненавистная многими попсовость или же нелюбимая многими авангардность. Этот человек совсем не стесняется экспериментировать и уходить в полный полет фантазии. И хоть Тору и добился успеха в Японии, для нас он все еще является диковинкой. И творчество его ценится в довольно узких кругах. Но я считаю, что каждый музыкант должен как минимум ознакомиться с его музыкой, хотя бы ради общего развития. Пока что наследие Сигуров и Тикея в целом виднеется только на японской сцене, но кто знает, может появиться где-нибудь еще. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok